Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святаго Отца нашего Иоанна Затауста. Слово к верующему Отцу. Продолжение. Была одна иудеянка Анна. Эта Анна родила одного сына и не надеялась иметь другого, потому что и того едва получила после многих слез, так как была бесплодна. Хотя она видела, что соперница часто укоряет ее за это. Она, однако, не поступила так, как поступаете вы, но и получив этого сына, держала его при себе только до толи, пока нужно было питать его молоком. А как скоро он уже не стал нуждаться в этой пище, она, взяв его, немедленно посвятила Богу. Не приглашала его приходить в дом родительский, и он жил постоянно в храме Божием. Если когда она, как мать, хотела видеть его, то не вызывала отрока к себе, но сама с отцом приходила к нему, обращаясь к ним, как к уже посвященным Богу. Оттого юноша сделался столь доблестным и великим, что когда Бог отвратился от народа еврейского, зараспространившееся в нем нечестие, не изрекал пророчеств и не открывал никакого видения, он свою добродетелю опять преклонил и умолил даровать иудеям то же, что и прежде, и возвратил отлетевший дар пророчества. Это сделал он, когда был не в зрелом возрасте, но еще малым отроком. Слово Господне было редко в те дни, говорит Писание. Видения были нечасты. Первое царство 3.1. Между тем ему Бог часто открывал свою волю. Так, полезно всегда отдавать свои стяжания Богу и отказываться от всего не только от денег и имений, но и от самих детей. Если нам повелено поступать так с душою своей, тем более со всем прочим. Так поступил и патриарх Авраам, или лучше сказать гораздо выше, зато и получил обратно сына с большей славой. Поистине. Мы тогда особенно и остаемся детьми своими, когда отдаем их Господу. Он гораздо лучше нас сохранит и так, как больше и печалится о них. Не видите ли, что так бывает и в домах богачей. И там можно видеть, что низшие слуги, живущие с отцами, не так заметны и не имеют такой силы, а тех, которые, господа отняв от родителей, определяют к себе на службу для хранения сокровищ, пользуются большим благоволением и свободой, и бывают настолько славнее своих сослужителей, насколько господа славнее рабов. Если же люди так добры и благосклонны к своим слугам, то гораздо более беспредельная благость, то есть Бог. Отпустим же детей служить Богу, вводя их не в храм, как Самуила, но в самое небо, вместе с ангелами и архангелами. А что посвятившие себя этому любомудрию действительно будут служить вместе с ними, это очевидно для всякого. Они будут предстательствовать с великим дерзновением не только за себя самих, но и за вас. Ибо если некоторые получали от Бога некоторую милость за отцов, тем более отцы получат за детей, потому что в первом случае правом на милость служит только единство природы, а в последнем и воспитание, которое гораздо важнее природы. То и другое я могу подтвердить вам им божественными писаниями. Так языкию добродетельного благочестивого, но не имевшего по своим делам дерзновения противостать великой опасности, Бог спасает, как Сам сказал, за добродетель Отца. «Буду охранять, — говорит город сей, — чтобы спасти его ради себя и ради Давида рабам его». И Павел, посланник Тимофея родителя, сказал, «Спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и святости с целомудрием». И Иова Писание прославило как за то, что он был непорочен, справедлив и богоязнен, и удалялся от зла, так и за попечение детях. Оно состояло не в собирании для них богатства и не в старании сделать их славными и знаменитыми. Но в чем? Послушая, что говорит Писание. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, освящал их, и вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех Иов. Ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Иов 1.5 Какое же будем иметь оправдание мы, дерзающие на такие дела? Если тот, кто жил прежде благодати, прежде закона, и не слышал никакого учения, и имел столь великое попечение о детях, что опасался и за тайные грехи их, то кто оправдывает нас, которые живем во время благодати? Имеем столько учителей, такие примеры, такие увещания, и между тем не только не боимся за тайные, но не обращая внимания и на явные грехи, и не только не обращая внимания, но и желающих исправить их преследуем. И Абрам, как я сказал прежде, прославился между прочими и эту добродетелью. Продолжение следует.